Председательствующим на очередном заседании районного совета Басарабяска был избран советник от ЛДПН Ион Цуцьяну. Перед утверждением повестки дня, исполняющий обязанности секретаря районного совета Георгий Левицкий, предложил исключить из неё три вопроса, касающиеся принятия бюджета на 2016 год, так как заседание бюджетной комиссии в канун сессии не состоялось из-за отсутствия кворума. Продолжение следует... Зам. председателя района по экономическим вопросам Василий Гузун предложил включить в повестку дня дополнительный вопрос о передаче части административного здания на баланс премарии села Садоклия. Повестка с изменениями была утверждена, и советники приступили к работе. Исполняющая обязанности начальника отдела экономики Вера Гемешле отчиталась по вопросам исполнения стратегии экономического развития Басарабянского района на период 2013-2015 годов и об утверждении плана мероприятий на следующий год. Это вызвало недоумение у премара села Садоклия. При этом 2015-2021 годов в Маклине уже были локации для налогации проекта. В 2015, как я знаю, вы знаете, что вы были в мастер-инфляции. Маклия Басарабян, мы не обращались. Примария Басарабянского района. Что это? Примарика Басарабянского района и премария Басарабянского района устроены были обращаться, и третий, и конъюн Sufали в Апы-Садокли. Благодаря вам, что в магазине Мария Баклия, с консилием Реонал. В амбариата Реонал, с консилием Реонал. Это было и я хочу, чтобы это было. В Амбариата Баклия от ее откройте? В Амбариата Фондов, в котором мы говорим? Я, на Амбариат Секс-Экономия, не делаю никакого консилия Реонал. и мы говорим о каких-то компонентах Реонал. Продолжение следует... 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 На 2016 год агентство занятости запланировано 66 тысяч рублей. Еще одной важной темой, которую обсуждали советники, было утверждение штатного расписания районного публичного медико-санитарного учреждения. Если по штатам центра здоровья у нас нет проблем, то по штатному расписанию районных больниц у нас действительно есть проблемы. Мы были дважды с представителями на собрании поликлиния, и у него сказано, что гинекологическое отделение и гирургическое отделение не убыточны. После того, как вы сказали, штатурой Анау-Пасарабеаска есть 5 секции. Секция специализированная в областях, где поликлиника, секция consultативная, и 4 секции. Секция терапии, педатрии, хирургия, гинекология и обстракт. Постарай, я попросил вам, что из-за того, что произошло, что произошло, что произошло, что произошло? По дате 11.06.2015, во время Минстерии Санатарии, у нас было имя органы номер 466, по обращению к опросу номенклатурным институциям медико-санитаристов, где Министерство Санататии сделали реформирование на патуре в целом Республике. И в районе Басарабиаска в районе были реформированы патуре. Это означает, что 20 патуре были реформированы в патуре в патуре. Также были реформированы 14 патуре и 14 патуре в патуре. Из-за этого появилась проблема с персоналом. Если в патуре было 20 патуре, это означает, что в патуре было 20 патуре. Теперь эти патуре были реформированы патуре в патуре и 24 патуре и 24 патуре были реформированы за патуре и 24 патуре и 24 патуре и 24 патуре. Так Министерство Санататии было рассчитано по количеству по количеству в Басарабе Ва суфери от работников? Ва суфери от работников? Ва суфери? Ва суфери? Ва суфери Ва суфери Ва суфери Ва суфери крепкий контракт в пенсионаре Ва суфери Ва суфери В свою очередь председатель района заверил, что проблема будет решена. Администрация района и районный совет работают над тем, чтобы оставить хирургию и роддом в нашем районе. Уже многие знают, слухи идут о том, что роддом и хирургию хотят оптимизировать и перенести в Чемишли. Я хочу обратиться к жителям и сказать, что мы делаем все возможное и сделаем все возможное, чтобы не допустить этого. Советники также назначили нового начальника службы строительства коммунального хозяйства и дорог. Им вновь стал Сергей Дзык, которого сняли с должности в прошлом году. Затем, по вопросу о создании в районе детского дома семейного типа, перед собравшимися отчитался начальник управления соцобеспечения Михаил Мартынов. В район Вазарабеаска, в прошлом году, в прошлом году, в прошлом году, после собравшимися компании сúsомolerах Комкордио, мы была 6 детей. У остальных детей фермаши, которые остались безустройства старого года. Мы не были скаяămинальными с донатурой и у них у него предложили ольтернативе. Умаре он дом, он украл, он украл, он украл, он украл, мы украл, мы украли, мы украли, мы украли, мы украли, и начнем 1 муарь 2016, мы финансим родители и ученицы и ученицы. У нас есть регулирование, вы видите дизизы, я вам скажу, Субтитры делал DimaTorzok Новые услуги были утверждены положение и структура управления соцобеспечения, а также утвержден стратегический план развития социальных служб. В рамках заседания начальник управления образования выступила с вопросом о предоставлении юридического статуса некоторым учебным заведениям района. Эти институты являются Лицео Теоретик Матеи Басарап, Урашелу Басарабяска Гогол, Николай Гогол Басарабяска, Лицео Теоретик Башкалия, Лицео Теоретик Карабетовка, Гимназио Исабия Иордановка и Гимназио 22, Урашелу Басарабяска. Анатолий Администрации Publicа и Локала удержавая финансирование институциевых публиксов Генглацамин general, в база кост-у стандарт для детей или ребенка или ребенка, которое осилит безопасность к стандартам и гу Finish Стандартами, в области стандартного города, так и в базе 4.868-10.2014, сумма цена финансирования, по стандартам для ребенка. Почему этот вопрос вынесли? Это связано с деньги. Мы вчера говорим на Комиссии, что и какие институты, в том числе и Ердановка, и Карабеток, они не смогут работать юридическими лицами. Плюс еще, набрать бувалтера, который я сказал, что она будет обходиться где-то в 30-40-50 тысяч, в зависимости от зарплаты. Это тоже будет с этих же средств, которые отпущены на вот эти институции. Поэтому я прошу перерести этот вопрос после того, как утверждается бюджет. До этого рассмотреть каждую институцию отдельности. Потому что есть директора школ, которые против этого. Я называю, я перечислил, какие им директоры. Карабетовка и Ердановка. Ердановка вообще не выживет с таким вопросом. Более того, вы пишите, что до 15 марта всем руководителям данных учреждений представить мероприятие по коррекции бюджета, который они должны дефицит уменьшить на 100%. Куда-то годится, с каким образом, что у них спонсор появится или что появится? Данный вопрос не отработан. Необходимо представить советникам всю процедуру, что конкретно имеется в виду под понятием статут-журидик, какие полномочия получают директора, что будут ли они являться чисто менеджерами, или будут оставаться и в роли педагогов. Это не просто присвоение юридического статуса, это и дополнительные полномочия для самих директоров. Мы, как советники, принимающие такие решения, обязаны знать о том, что будет происходить дальше с этими школами. Рассмотрение этого вопроса советники решили перенести на следующее заседание. С последним дополнительным вопросом, касающимся передачи части административного здания на баланс примарии села Садаклия, перед народными избранниками выступил зампредседателя района Василий Гузон. Продолжение следует... За это решение советники проголосовали единогласно. Вопросы, касающиеся утверждения бюджета, будут рассматриваться на внеочередном заседании райсовета, которое состоится во вторник, 22 декабря.